Здесь мы обсуждаем новости сферы фэшн и шоу-бизнеса, также в конце каждого видео мы говорим о трендах этого времени, поэтому досмотрите до конца. Ну и главная новость, конечно, сегодня, это то, что Марго Робби беременна. Актриса и ее муж Тома Керли ожидают первенца. Поздравляю, Марго Робби, прекрасная актриса. Фильм с Леонардо Ди Кабрио, там что-то про Голливуд. Однажды в Голливуде, вот. Обожаю этот фильм с Марго Робби. Какие ваши любимые картины с Марго? Напишите в комментариях, и, конечно же, давайте вместе ее поздравим. Амбассадор Миу-Миу Эйвро Андерсон берет новые вершины. Дочь Милы Йовович снялась в компании Селин. Ну, что я могу сказать? Вторая вот такая крупная ее съемка, крупный проект, работа для Селин ни о чем. Это однозначно не уровень Селин, это даже не уровень Миу-Миу. То есть это тот момент, когда кумовство, непотивизм, то есть неподети, дети известных родителей, которые постоянно куда-то проталкивают в шоу-бизнес, в супермодели. Это тот случай, когда это напрягает, угнетает и не приносит никаких интересных плодов, никакого откровения, никакого простора для творчества. Вот даже невозможно запомнить имя. Всегда ты видишь эту девочку, а, дочь Милы Йович. Имена в таких случаях не запоминаются. То есть сегодня я говорю, этой девочке нет. Понимаете? Я даю вторые шансы, и, возможно, завтра она снимется в такой фотосессии, что я скажу, да, это супермодель, это здорово, да, это уровень Селин, это уровень Луи Витон. Но на сегодня я хочу сказать, нет. Всегда вот этот непотивизм, он раздражает тем, что много талантливых моделей, много крутых моделей просто с улицы, которые бы, ну, взорвали бы этот кампейн, подняли бы просто с колену брейн Селин. Но нет, нужно продвигать, продажи о маме наделать, ставить везде никому неинтересную и не харизматичную Эвер Андерсон. Ну, посмотрим, что будет дальше, да. Вот так вот мы начали очень крупно с Мю-Мю и вот второй кампейн Селин. Посмотрим. На сегодня я говорю нет. И вот эти все неподети Лила Мосс, Эвер Андерсон, дочь Камилы Йович, они неинтересны. Только одну могу отметить, Дева Кассель, дочь Моники Белуччи и Инсана Касселя. Вот там модель просто на уровне. Там и харизма, там вот этот огонь. Камера девочку любит, она органично смотрится в Диор и вообще во всех этих люксах. Но больше никого не могу выделить. Что вы думаете о этой модели? Давайте пообщаемся в комментариях. Ну, а это, что бы вы думали, первый официальный выход Брэда Питта с его новой девушкой Инесс Дарамон. Папарацци подсняли пару на гонках в Великобритании. Мне очень нравится эта пара. Инесс Дарамон выглядит хорошо. Не нравится мне вот это какое-то дурацкое девичье платье, и оно без бра в нем. Наряд ужасный. Но вообще они смотрятся хорошо. Брэд Питт счастлив. И это самое главное. Просто посмотрите на эту сладкую булочку. Пэрис Хилтон привезла свою дочь Лондон в город Тезку. В Лондон. Я вообще после рождения своего ребенка стала такая сентиментальная. Я на всех детей смотрю с умилением. Не хочется всех обнять, всех зажмякать. Просто прелесть. И мне, кстати, кажется, что девочка похожа на маму. А помните вот эту нашумевшую свадьбу индийских богачей? Так прикиньте, она продолжается. То есть я первый раз вижу, когда свадьба длится прямо вот несколько месяцев. Теперь в Индию на празднование бракосочетания сына Амбани Аната и его невесты Радики приехал Джастин Бибер, которому, кстати, за выступление заплатили 10 миллионов долларов. Ну а представьте, если они после этого решат развестись. Вообще не понимаю. Пир во время чумы. Зачем так долго и муторно и пафосно праздновать свадьбу, когда в мире так, мягко говоря, неспокойно? Что вы думаете об этой свадьбе? Напишите в комментариях. Кто у меня тут любит дизайн интерьеров так же, как и я? Во-первых, давайте пять. А во-вторых, вот вам для вдохновения красивейший дом режиссера Луки Гуаденино под Миланом. Ну вот как не зайду в инстаграм, у всех эти бежевые квартиры с какой-то графичной планировкой, мебелью. Этот дом для меня невероятное вдохновение и глоток свежего воздуха. Что думаете о такого рода домах? Напишите в комментариях, давайте пообщаемся. Самый богатый в мире человек Джефф Бесес и его невеста Лорен сейчас в Италии. Этим летом в Европе должна состояться роскошная свадьба влюбленных. Кто не знает, кто такой Джефф Бесес, это глава и владелец компании Amazon. В Италии будущие супруги Джефф Бесес и Лорен Санчес в первую очередь отправились на шоу Дольче Габбана, в котором принял участие сын Лорен, Нику. Для него, конечно же, автоматически забронировано место на показах Дольче Габбана в качестве модели. Но посмотрите, какой счастливый Бен Аффлек. Я это называю, когда ты реально счастлив свалить от жены и тебе уже плевать, что один из твоих детей хочет сменить пол. Бен Аффлек отметил День независимости в США без Джей Ло, но со своими любимыми дочками. И вот девочка, которая похожа на мальчика, да-да, эта девочка, она сейчас готовится к смене пола. Ну посмотрите, какая сладость. 60-летний Брэд Питт на съемках фильма о Формуле 1. Ой, Анжелина, наверное, ты одной рукой рулишь свой Рос-Ройс, а второй вытираешь слезы. Ну и, конечно же, красивейшая Наоми Кэмпбелл не стареет, не полнеет и нам не советует. 54-летняя супермодель отдыхает на Сардинии в Италии, где, кажется, собрались вообще все селебрити на данный момент. Ну а Тин Бертон, кажется, до сих пор не осознает, какое же счастье ему привалило, отхватив самую роскошную женщину в мире. Вместе с любимой Моникой Белуччи режиссер посетил кинопремию. Вот я люблю такие пары, когда мужчина уже такой далеко в возрасте и сохший, такая нездоровая худоба, а она в самом соку, в расцвете сил, королева и красавица. Я обожаю такие контрасты, я обожаю такие пары. Что вы думаете об этой парочке? Давайте пообщаемся в комментариях. 4 июля в США отметили День независимости. Ну и главный патриот кто? Конечно же Марк Цукерберг, празднующий День независимости вот так вот на волнах с американским флагом. Ну и моя любимая Рита Ора с вот этими нелепыми накладками «Вы поняли где?». Мы здесь подбираем выражения, Ютуб не любит каких-то определенных слов, но вы поняли. Слушайте, я обожаю Риту Ору, я обожаю ее музыку. Когда вот 5 лет назад переехала в Алле, у меня просто вот это была ассоциация музыка и песни Риты Оры с Лос-Анджелесом. И красавица такая была, и такая хорошенькая, но люблю ее. Но как же портят девушек филлеры и ботоксы? Она моя ровесница, понимаете? И Рита Ора моя ровесница. И, конечно, вот эти ботоксы, вот эти вот вколотые вот сюда вот щеки, они накидывают ей на лет 10-15. Но я бы ей меньше 48 не дала. Что думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Что-то на идеальном. Футболист Кевин Трап и роскошная бразильянка Изабель Гоулер отдыхают на Миконосе. Мне понравились эти фотографии, парень красавчик. Изабель, ну, конечно, она любитель, а я за ней давно как-то следила, потом отписалась. И вот была вот эта фотка, где она сзади стоит на яхте, и у нее много целлюлита. Все начали писать, что как это так? Она же такая фитоняшка, она же постоянно там на каком-то диком спорте. Она же на зеленых смузи, значит, она фотошопит свои фотки. Слушайте, а что для кого-то удивление или какой-то секрет, что супермодели, селебрити и прочие там известные люди, что они фотошопят и просто вылизывают от неимоверного блеска свои фотки. Ну, это прям ни для кого, наверное, не секрет. Ну да, фотошопят. Да, у нее много целлюлита. Но вместе с тем ты понимаешь, что целлюлит это более какая-то глобальная проблема. Это, ну, прям, наверное, уровень заболевания. Потому что, как мы видим, не спорт, неправильное питание не помогает. Нужно как-то лечить лимфу, либо нужно обследование делать. Нужно, наверное, ходить на массажи каждый день, смотреть там, что у тебя с лимфой, с водным балансом. Я не доктор, я просто тут набрасываю свои предположения. Либо же нам в инстаграме Изабель Голлер показывает спорт и зеленые смузи, а на самом деле там паста, пицца и тирамису, запивая красным вином. Ну, мой рацион, в принципе. Я борюсь с целлюлитом уже очень много лет тоже. И я уверена, что если бы я вот так тоже стала под каким-то кривым углом, под каким-то плохим светом на яхте, у меня бы было то же самое. Надеюсь, нет, но я не удивлюсь, если бы было так. Поэтому это какая-то более глобальная проблема, которую нужно лечить. Либо же, ну вот не сыпать вот эту пыль в глаза, ну не фотошопить свой целлюлит. Если бы она показывала вот свой реальный целлюлит, не замазывала бы его в фотошопе, в своем инстаграме, мне кажется, у нее бы было больше поклонников, больше последователей. Потому что люди сейчас любят все вот это трушное, все вот это наружу, на показ, все как есть. Люди уже не любят вот этого вылета, заново от фотошопленного в инстаграме антуража. Что думаете по поводу Изабель Голлер? Напишите в комментариях. Через годы, через расставание и очередную книгу об изменах. Семья Бекхамов празднует 25-летие своей семьи. Она у них получилась просто замечательная, несмотря ни на что. Луки тоже 25-летней давности, это был один из образов на свадьбе Дэвида и Вики. Ну, красивая семья, красивая пара, несмотря ни на что держатся, хотят быть вместе, стараются, работают, видимо, над отношениями. Хотя много, конечно, ходят этих слухов, что Дэвид постоянно с какими-то там русскими моделями в клубах зависает в Нью-Йорке. Вот такие слухи ходят, и, конечно, эти слухи, они, как правило, не беспочвенны. Одна из лучших журнальных фотосессий этого лета, конечно же, у Эльзы Хоск. Для турецкого Харпер Базара снялась Эльза Хоск, цветокоррекция, отбрасывает нас лет на сто назад, стрижка, как у солистки Абба, шикарный пресс. Ну, красота, люблю Эльзу Хоск на обложках. Девочки, раздевайтесь, он смотрит. А это у нас Лени Кравец, за кем-то шпионит в гостинице в итальянском Портофино. Выглядит, конечно же, восхитительно, как обычно. Дольче Габбана показывает, что не только Джек Мюс могут наснимать уникальный интересный контент для их фэшн-шоу. На Сардинии состоялось шоу «Альта-мода», куда съехались множество селебрити – Наоми Кэмпбелл, Рози Хаттингтон-Уайтли, Китти Спенсер. Прибыл даже не самый светский Кристиан Бэйл. Ну, красиво, ничего не скажешь. Хоть я и не любительница Дольче Габбана, но мне понравился этот показ. Фанаты Джей Ло бьют тревогу, что певица в прямом смысле слова тает на глазах. То ли поддалась тренду на похудение и решила перегнать Кристину Агилеру, то ли переживает вероятное расставание с Беном Афликом. Ну и малышке Паттинсон всего 4 месяца от роду, а она уже на обложке ВОК. Вместе с мамой Сьюки Уотерхаус девочка украсила августовский номер британского ВОК. Мне понравилось. Красиво, естественно. Попугайчика добавили. Люблю, когда птиц и животных интегрируют. Ну, вы это все знаете. Красивая семья, красивая мама и дочь. Поздравляем. Ну и в качестве тренда, дорогие мои, рассмотрим самый модный купальник этого лета. Всего 3 модели. Асимметричный. На одном плечо, с разными лямками, вырезами на животе. Такие модели очень круто моделируют фигуру. Например, могут визуально сделать сталию более узкой. Металлик. Проводим время на пляже во всем блеске. Это может быть серебристый, золотой, розовый или любой другой оттенок металлика. Особенно красиво такой будет выглядеть в лучах заката. Спортивный. В стиле ретро. Как правило, с контрастной окантовкой. Слитный или раздельный. На ваш вкус. Идеал для бассейна или занятий водными видами спорта. Ну что, это были все новости на сегодня. Я надеюсь, что выпуск вам понравился. Обязательно поставьте лайк этому видео. И не забудьте подписаться на канал. Ну а мы с вами увидимся уже совсем скоро в следующем видео. Пока-пока. Пока.